Подделки из бисера, вышитые картины, мягкие игрушки, экибана – все эти творческие работы радовали сегодня посетителей выставки «Поверь в себя», которая была организована в Брестском Доме культуры профсоюза в рамках Международного дня инвалидов. Особенность данной экспозиции в том, что работы, представленные на ней, выполнены руками людей с ограниченными возможностями. В этом году удивляли брещам многообразием подделок воспитанники 13 территориальных центров социального обслуживания Брестской области. При этом уникальности, изысканности и неповторимости каждого сувенира можно было только позавидовать. Это говорит лишь об одном – многие люди с особенностями физического развития уже поверили в себя. Мне говорилось, ну, Светлана Сергеевна, что я хорошо имею работать с бисера, что у меня хорошо получается делать. Будешь продолжать заниматься творчеством? Да. Эти ребята, которые к нам приехали, они изготавливают работы трудовых мастерских территориальных центров. И вот здесь можно показать и посмотреть, кто на что постариноваться, кто что себе представляет, кто на что способен. Ну и, соответственно, определенные получат призы за свои работы. Помимо выставки «Поверь в себя», воспитанники территориальных центров социального обслуживания Брестской области подготовили для Брещан концерт. На нем они выступили с зажигательными номерами, не давая скучать ни одному человеку в зале. Человеку здоровому нелегко представить, с какими трудностями сталкиваются инвалиды. Но когда они проявляют свои лучшие качества, когда они переступают через обиды и трудности, добиваясь чего-то стоящего, невольно приходят на ум мысли о том, как не дорожат своим потенциалом, возможностями люди вполне здоровые. Кто еще 20 лет назад из моего поколения знал такое слово, как пандус? Практически сейчас его знают все в моем возрасте, молодом. Еще это слово было таким чистым делом архитектора, наверное, или людей, которые профессионально занимались этой темой. Кто знал слово «безбарьерная среда»? Это тоже на самом деле сейчас становится составной частью государственной политики и политики местных властей. Конечно, если говорить о составе участников, то это в первую очередь отделение для дневного пребывания молодых инвалидов, которые созданы у нас в каждом территориальном центре социального обслуживания населения. Главная задача и главная цель, которую мы преследовали, проводя такие мероприятия, а это не последнее мероприятие, которое будет проводиться в рамках Дня инвалидов в области, обратить внимание на тех людей, которые имеют определенные ограничения. То и где распределяет, кому быть здоровым, нам не понять. Но ясно одно – грань между здоровьем и болезнью весьма условна. Но несмотря ни на какие трудности и перипетии судьбы, жить нужно. И жить нужно интересно. Не замыкаясь в собственном мирке, не отстраняясь от людей, превозмогая себя, стараться быть нужным и полезным своей семье, обществу. И сегодняшнее мероприятие доказало еще раз, что есть среди людей с ограниченными возможностями заинтересованные, инициативные и умеющие находить положительные моменты в не всегда позитивном мире. Субтитры создавал DimaTorzok